Добрый день, дорогие друзья! Уже скорее вечер. Мы вновь возвращаемся с вами в прямой эфир для того, чтобы провести еще одну лекцию в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Напомню, что в этом декабре у нас пройдет целая серия лекций, посвященная методикам работы с молодежью в области краеведения. Сейчас мы с вами отправляемся в Курганскую область. Также напомню, что 43 лекции пройдет в течение декабря от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, из 43 регионов России. И вернемся к теме нашей сегодняшней лекции. Сегодня вместе с нами Лушникова Нелли Анатольевна из Курганской области, победитель Всероссийского конкурса Российского исторического общества, конкурса краеведов, работающих с молодежью. Нелли Анатольевна является кандидатом исторических наук, учителем истории общества знания, руководителем школьного музея средней общеобразовательной школы номер 52 города Кургана, а также педагогом дополнительного образования и руководителем волонтерского отряда Центра «Мостовик». Здравствуйте, Нелли Анатольевна. Очень рада сегодня нашей встрече. Не буду долго задерживать начало нашей беседы, поэтому с удовольствием передам вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, представители Российского исторического общества, представители оргкомитета конкурса «История малой родины. История Отечества». Хотелось бы всех вас поблагодарить и представить вашему вниманию опыт преподавания краеведения именно в условиях Курганской области. Итак, ну, хотелось бы сказать о том, что я занимаюсь краеведической деятельностью с 2007 года. Также я являюсь победителем третьего конкурса профессионального теоретического мастерства «История в школе традиции и инновации» в 2018 году. Тоже хотелось бы сказать, что большую роль в настоящее время у нас играет региональный краеведческий компонент. И совсем недавно, 23 октября 2020 года, коллегия Министерства просвещения приняла концепцию преподавания истории в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. И установлен принцип соответствия учебного содержания положением концепции историко-культурного стандарта при подготовке и оценке учебников по истории России и пособий по региональной истории и культуре. Хотелось бы сказать, что реализация регионального краеведческого компонента идет как в урочной, так и в неурочной деятельности. Мы с вами, как учителя, как педагоги дополнительного образования сталкиваемся с большим количеством проблем, которые мы благополучно решаем. В первую очередь, у нас есть проблема нехватка часов урочной деятельности, поскольку мы должны включать региональный краеведческий компонент в модульный курс «История России. Всеобщая история». Мы также сталкиваемся с проблемой недостаточного социального опыта и навыков социального взаимодействия, которые мы тоже благополучно решаем. Отсутствие самостоятельной исследовательской проектной работы детей и школьников, оно тоже является проблемой. И невысокий уровень мотивации школьников, который мы тоже решаем. Так вот, для того, чтобы разрешить весь комплекс проблем, нужно в первую очередь разрабатывать именно такой формат урока, который бы включал в себя краеведческий компонент и раскрывал творческие возможности школьников. С другой стороны, во рамках внеурочной деятельности можно вовлекать учащихся в подготовку и написание новых исследовательских проектов в краеведческой направленности. Ну и ввиду того, что я являюсь еще педагогом дополнительного образования, мы активно участвуем в новых волонтерских проектах, в том числе и краеведческой направленности. В декабре 2017 года у нас в школе был открыт наш музей. И деятельность школьного музея, как я думаю, вы знаете, невозможно представить без исследовательской, поисковой, волонтерской деятельности, совместной деятельности педагога и учащихся. Так вот, начнем с урочной деятельности. Каким же образом мы можем осуществлять реализацию регионального компонента? Во-первых, в 2018 году у нас в Курганской области был создан совместный труд ученых, историков, учителей. История Курганской области с древнейших времен до 1991 года. Это было обновленное издание, которым мы активно пользуемся в урочной и внеурочной деятельности. До этого у нас была создана история Курганской области еще в 1975 году, а теперь уже обновленная история Курганской области. В прошлом учебном году проводился также международный конкурс уроки победы, который был посвящен 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ввиду того, что наша Курганская область была образована 6 февраля 1943 года указом Президиума СССР, она была отделена от Челябинской области и была образована как новая область в составе РСФСР. Так вот, история Курганской области позволила мне использовать отдельный материал для написания методической разработки урока победы. Ну, в первую очередь, это позволило использовать все виды источников в данной методической разработке. В первую очередь, иллюстрации эвакогоспиталей, ввиду того, что Курганская область, город Шадрис, город Курган принимал большое количество эвакуированных госпиталей, поэтому для детей очень важно показать, как же наша область развивалась, как она появилась в годы Великой Отечественной войны, как сама область. Плюс в своей методической разработке я использовала исторический источник, работа с историческим источником. В истории Курганской области с древнейших времен до 1991 года есть богатый иллюстративный материал, чего не было в предыдущих изданиях по истории Курганской области. Поэтому можно было включить и изобразительный материал, и даже изображение указа о создании Курганской области, для того, чтобы дети могли, исходя из данного вида исторического источника, поработать с этим изобразительным иллюстративным материалом и ответить на вопросы, которые были предложены к данному источнику, и сделать соответствующие выводы, что очень важно нам при реализации истории России, одного из модулей «История России». Помимо этого, в разработке были использованы также и звуковые материалы, чтобы дети могли понять, услышать голос Левитана и погрузиться в эпоху повседневной жизни не только всего Советского Союза, но и конкретно нашей Курганской области. Итак, вообще федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предусматривает особую роль исследовательской деятельности в процессе освоения образовательных программ по всем предметам, в том числе и по истории. Данный вид учебной деятельности способствует достижению системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода по обучению, а также содействует воспитанию, активной жизненной позиции за счет освоения новой, ранее неизведанной социальной роли. То есть ученики выступают в роли исследователей. Тем самым раскрываются личностные возможности ребенка, происходит расширение темпов социализации личности за счет освоения новых форм работы. Так вот, методологическое и психологическое обоснование исследовательской и проектной деятельности получило свое раскрытие в трудах Леонтовича, Савенкова, Лебедевой, Тегловой, Гребнева, Булдыгиной, Демиденко и многих других. Вам на слайде представлены отдельные статьи, посвященные самостоятельной исследовательской деятельности, которые были опубликованы в различных журналах педагогических. То есть можно к ним обратиться. Так вот, по мнению ряда исследователей, основными задачами научно-практического образования в настоящее время считаются развитие субъектной позиции учащихся, формирование научной картины мира, развитие навыков создания и осуществления проектов, освоение элементов научного метода познания, приобретение технических и технологических знаний и навыков, мотивирование к профессиональному самоопределению, развитие навыков рефлексии собственной деятельности. То есть благодаря вовлечению в проектную и исследовательскую деятельность мы будем формировать все виды универсальных учебных действий. Итак, то есть в исследовательском проекте по историческому краеведению проявляются и межличностные, и рефлексивные механизмы социализации личности. Во-первых, личность обучаемого взаимодействует также с учителем, обучающий с обучаемым, и в результате чего происходит формирование коммуникативных универсальных учебных действий. А второй механизм связывается с оцениванием обучаемого своей исследовательской деятельности, создание личностных универсальных учебных действий. Помимо этого, раз ребенок узнает что-то новое, у него формируются познавательные, предметные, универсальные учебные действия. То есть в рамках исследовательского и проектного подхода мы реализуем все виды универсальных учебных действий, что очень важно при нашем деятельностном, системно-деятельностном подходе в образовании. Так вот, для того, чтобы добиться этого, нужно сформулировать следующие этапы в развитии исследовательской деятельности. Ввиду того, что наша школа находится в спальном заозерном микрорайоне города Кургана, поэтому детям интереснее всего изучать то, что находится ближе всего к их дому. То, что они идут в школу, могут посмотреть, увидеть, узнать. Поэтому в основном первый этап исследовательского проекта, он связан с тем, что основная область изучения – это заозерный микрорайон Кургана, где и располагается наша школа и наш центр Мостовик. На втором этапе деятельности исследовательской происходит мотивирование учащихся путем повышения интереса к новой деятельности. Формулировки названий исследователей, исследований и постановки задач по изучению биографического материала. Потому что у нас в заозерном микрорайоне мы можем встретить улицы известных людей и железнодорожников, и участников гражданской войны, и участников событий в Чечне. И поэтому для того, чтобы развивать чувство патриотизма, развивать исследовательскую деятельность, поэтому мы и обращаемся к изучению улиц заозерного микрорайона. Третий шаг исследовательского проекта подразумевает разработку научной гипотезы, формулирование целей исследования и проблемы. Четвертый этап – это адаптация методики взрослого исторического исследования к возрасту 11-15 лет, направленную на понимание школьникам и биологической базы. Мы знаем о том, что индивидуальный проект является очень важным в обучении и в начальной школе, и в среднем звене, и уже в старшем звене. Поэтому хочу сказать, что дети 11-15 лет, они наиболее интересуются, как, что узнать. Они очень любознательны, поэтому с ними составлять программу исследования гораздо проще, чем с более старшими детьми. Пятый исследовательский шаг заключается в сборе и обработке материала, найденного в различных источниках информации – школьной, городской, областной библиотеках, ресурсах интернет, музеях и так далее. Чуть позже я вам поподробнее расскажу о методике работы. Шестой этап состоит в сопоставлении целей и задач кровеческого исследования с основными результатами и выводами. И, наконец, седьмой этап, к чему стремятся дети – это презентация работ учащихся по школьной неделе исследовательских проектов, выступления на муниципальных, региональных, научно-практических конференциях. То есть исследовательские проекты и методы позволяют организовать работу как с одаренными детьми, так и с теми детьми, которые не так успевают по предмету истории, может, они математики или физики и так далее. Поэтому именно исследовательские проекты, они позволяют увеличить мотивацию к изучению исторического прошлого. Итак, исследовательские проектные методы, они подразумевают очень серьезную работу. В частности, для того, чтобы достичь поставленной цели, я практикую посещение областной универсальной научной библиотеки имени Югова. Там есть отдельный краеведческий отдел, который включает в себя большой накопленный материал по краеведению. Естественно, что тут и ребенок, и родители участвуют в процессе накопления знаний. Помимо этого, еще вторым помощником в деле изучения краеведческого компонента является Государственный архив общественно-политической документации Пурганской области. Бывший партийный архив. Он представлен на правой стороне слайда. Ввиду того, что при участии учителя ребенок может спокойно прийти и посмотреть, увидеть те или иные документы, научиться работать с фондами, увидеть, что такое опись и сделать свое большое детское исследование. Ну вот Государственный архив в Пурганской области, он подразумевает то, что дети могут прийти только со своими родителями. Вот. Естественно, что когда ребенок самостоятельно находит источник ранее неоткрытый, это приводит к ситуации успеха в дальнейшем, к написанию очень хорошей, добротной исследовательской краеведческой работы. И в результате ребенок доволен. Итак, значит, вообще мы знаем то, что 2020 год, он у нас был начат еще раньше в деле пропаганды и распространения изучения Великой Отечественной войны. Поэтому в весенний период очень большую роль сыграли дистанционные технологии, потому что, как обычно, мы ежегодно проводим, я провожу уроки памяти, уроки мужества. И в настоящее время, в период пандемии удалось добиться следующего результата, увлечь большее количество учеников в исследовательскую работу по поиску своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что очень большое количество граждан Советского Союза были призваны с территории Курганской области. Естественно, что ни одна семья не оказалась без родственника, который бы не участвовал в войне. Так вот, был мной организован урок победы и урок мужества. Дважды я проводила эту дистанционную работу в апреле месяце. И детям предлагалось узнать у своих родственников, мам, пап, бабушек, дедушек, имена своих прадедов и найти какую-либо информацию. Хочу отметить, что чаще всего на контакт шли бабушки. То есть родители могли чего-то не знать, сказать, что у нас никто не воевал. На этот счет большую роль сыграли бабушки, дедушки, у некоторых детей даже дяди и тети. Они назвали детям фамилии, имена, отчества своих родственников, участников Великой Отечественной войны. И ребята в период пандемии сделали свои большие открытия. В частности, большую роль в этом сыграли такие сайты, как «Память народа», «Подвиг народа», «Бессмертный полк» и «Мемориал». «Мемориал» – это сайт по поиску пропавших без вести граждан в годы Великой Отечественной войны, воинов. То есть ребятам нужно было поработать с интернетом. И действительно, дети сделали большие исследования. Просто некоторые не знали, как зовут их прадедов, какими наградами были награждены их прадеды. А здесь, в рамках такой непринужденной работы, дети смогли в результате написать небольшие эссе с прикрепленными историческими источниками. То есть это могли быть и пересыльные пункты, информация о пересыльных пунктах. Даже некоторые дети узнали, как зовут их прабабушек и прадедушек. Потому что бабушки или тети, дяди забыли, как их зовут. То есть, по сути, работа была проведена для каждого ребенка, кто был вовлечен в эту работу. Большинство детей выполнили данную работу. Очень большая была проведена работа. И в результате были даже некоторые из этих работ представлены на всероссийских, и не только всероссийских, но и наших муниципальных и региональных площадках. Об этом я чуть ниже буду говорить. С другой стороны, каким образом, какими методами мы можем добиться вовлечения в патриотическую направленность, это в первую очередь волонтерские практики. Волонтерские практики заключаются в проведении квестов. Вообще, Курганским домом молодежи в прошлом учебном году была проведена школа по проведению квестов. Что способствовало увеличению вовлеченности детей в проведении исторических квестов. И мы сейчас в рамках пандемии работаем над другим квестом по заозерному микрорайону, потому что дети любят данный вид работы и очень активно в нем принимают участие. Так вот, в прошлом учебном году были проведены квесты по школе, по истории смутного времени в рамках Дня народного единства. И это позволило увеличить вовлеченность детей. С другой стороны, еще одной формой работы это проведение экскурсий. Экскурсий как в рамках нашего музея школьного, так и экскурсий в рамках музеев школ, музея истории пожарной охраны, аллея славы и так далее. То есть дети еще и участвуют в проведении событийного волонтерства и волонтерства Победы. Пандемия привела к тому, что волонтерская деятельность была переведена в онлайн формат. Она была переведена в онлайн формат еще раньше, потому что и в 2018, и в 2019 году мы участвовали в таких онлайн акциях, как Письма Победы. То есть нужно было написать письмо Победы, письмо солдату и опубликовать его на сайте организаторов из писем Победы. 9 мая 2020 года была проведена акция «Окна Победы». То есть можно было, как вы видите на слайде, украсить свое окно и написать небольшое эссе о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Также одной из форм онлайн работы – это было участие в конкурсах «История в биографии». Проводились онлайн-квизы, викторины, которые были организованы как учащимися, так и представителями других организаций, в том числе и российского движения «Школьник». Результатом краеведческой деятельности является участие в научно-практических конференциях. Научно-практические конференции проводятся различными учреждениями. У нас, в частности, проводится постоянная конференция юных краеведов, в которой мы принимаем участие ежегодно. Детям это очень нравится выступать в данной конференции, потому что она подразумевает еще досрочный этап. Не каждый ребенок, не каждая работа научная может быть оценена и будет разрешено ребенку выступить с данной работой. Также городской инновационно-методический центр организует регулярно научно-практическую конференцию, в результате участия в которой дети могут раскрыть свои исследования, свой творческий потенциал. И возвращаясь к просветительским проектам, в результате проведенных мною уроков мужества, уроков победы, часть детей поучаствовали и имена их родственников были запечатлены в просветительском проекте регионального информационного центра «Найди своего героя». И данные слайды, они раскрывают боевой путь героя и возможные награды, которыми был награжден данный герой. И они сейчас у нас постоянно транслируются в парке победы в областном центре, в городе Кургань. И это тоже способствует воспитанию чувства патриотизма детей и населения. Ряд детей захотели совместно со своими родителями заполнить страницу сайта «Дорога памяти». То есть уже вышли на федеральный уровень, то есть проведенного самими исследованиями. Помимо этого, еще до пандемии мы проводили разнообразные акции. Не онлайн, а реальные акции по выклечиванию памяти знаменитых земляков. То есть у нас есть улица, посвященная первому секретарю обкома Курганской области Филиппа Кирилловича Князева. И улица участника гражданской войны и уже участника других событий Ивана Алексеевича Фарафонова. И в рамках Дня Героев Отечества, в рамках Недели Добра были проведены данные акции по краеведческому материалу. То есть в результате нами были сделаны буклеты, посвященные жизни и деятельности знаменитых земляков. Ребята прошлись по улицам Князева и Фарафонова и смогли рассказать о данных земляках. Потому что, как показывает практика, не все люди могут подробно знать о биографических вопросах жизни и деятельности Князева и Фарафонова. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Анатольевна, за рассказ, за ваш опыт ведения такой большой работы. И, наверное, хотелось бы задать вопрос. Вы сегодня уже упомянули буквально в конце лекции тему участия родителей в краеведческой работе и в исследовательской работе, которые именно касаются родственников, сложно переоценить роль педагога в такой деятельности. Но, по вашему мнению, какова роль родителя в исследовательской деятельности детей? Насколько это важно? На этот счет я бы хотела сказать, что дети зачастую хотят узнать что-то о своих родственниках только в том случае, если в этом заинтересован их родитель. И, конечно, когда сталкиваешься с таким вопросом, что родители не хотят, чтобы дети что-то новое узнавали, то я бы хотела сказать, что, по сути, самое главное, чтобы родители не отговаривали ребенка узнать что-то новое. Но в большинстве случаев родители, если даже не родители откликаются, то откликаются бабушки, дедушки, дяди, тети, и они не к ним помощь оказывают в деле просвещения. Это действительно важно, тем более, наверное, у каждого ребенка есть внутри такой задаток юного исследователя, и, главное, этот задаток развивать и поддерживать. Подскажите, пожалуйста, вот к вопросу вновь о пандемии. В каком-то плане мы, естественно, понимаем, что сложности в работе, в частности, в воспитательной работе, наверное, в большей степени, их было достаточно много. Расскажите, были ли плюсы от перехода в онлайн? Были ли дополнительные какие-то возможности, которые подарил такой переход в цифровой формат? Может быть, какие-то вот такие особенности смогут для себя почерпнуть наши зрители? Ну, в первую очередь, онлайн-формат, он подразумевает уже большее развитие каких-то творческих форм работы. И, например, для написания какой-либо работы, если для этого не требуется изучение источников в библиотеке, либо в архивах, то, в принципе, все представленные сайты, если изучать родословную, они имеют очень важную роль. То есть ничего не поменялось, ни что было до пандемии, ни что стало после пандемии. Но, конечно, не хватало того, что невозможно потрогать источник. Ну да, мы тоже говорили об этом недавно с работником музея, о том, что очень важно ощущать в руках историю. И, к сожалению, сейчас, наверное, недостаточно. Но мы надеемся, что скоро история с самоизоляцией и пандемией все-таки завершится, и мы сможем вернуться в нашу привычную колью, мы сможем вновь отправиться в библиотеки и исследовать и архивы, исследовать первоисточники. А пока хотела бы сказать вам большое спасибо за наш сегодняшний разговор. Действительно, получился интересным. Нашим зрителям я могу посоветовать останавливать запись нашей сегодняшней лекции на особенно важных слайдах, где перечислены сайты для поиска информации. Я думаю, пригодится обязательно для работы всем педагогам. Еще раз хотела сказать большое спасибо и до скорых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok